всем всем привет дорогие друзья с вами владислав и я веду соблока жизни простите меня пожалуйста сердечно меня ребята друзья простите за то что я пропал всего лишь на 2 не на 4 всего лишь на две недельки две недели да вы даже не заметили то что был я у вас или не был есть я у вас подписках или нету как будто было владислав как будто не было владислава мне даже вылаз никто не написал не спросил почему нет роликов а я так я горюча сижу и думаю примерно это происходило так прошло три дня ролики не выходят надо наверное подождать еще немножко прошла неделя роликов до сих пор еще нету но мне почему-то никто не пишет прошло полторы недели но сообщение до сих пор не приходит наверное ровно через две недели напишут по-любому спросят владислав почему ты не снимаешь ролики прошло две недели и спустя две недели мне никто не написал они любят меня подписчики не любят меня мои зрители у меня даже никто ничего не спросил что со мной я верил я надеялся вас папа не написали ладно все когда так было это все происходило знаете хотелось бы сказать одну штуку окружение слишком влияет на людей у меня был сколиоз он и остался у меня сколиоз четвертой степени поэтому я и поехал оперироваться в принципе говорили то что если я не прооперируюсь то через пару лет меня может полностью парализовать но суть даже не в этом я поехал не из-за этого я не боялся то что меня парализует в большей степени я поехал именно потому что исправить позвоночник я хотел себе ровный позвоночник почему хотел да все потому что большинство смотрела на меня всегда косо девчонки девчонки это вообще отдельная тема девчонки никогда на меня не обращали внимание девушки всегда считали меня лишь хорошим замечательным другом прекрасным человеком с богатым и внутренним миром но я никогда для них не был больше больше чем друг и они всегда говорили владик на хрена ты нам такой горбатый ты некрасивый поэтому давай-ка лучше ты оставайся для нас другом а меня будет парень сволочь и когда парень сволочь меня там изобьет пошлет что-нибудь со мной сделает на меня наругается меня кинет бросит я тебе позвоню поплачусь ты просто меня успокоишь скажешь какая я красивая что я всю жизнь хотел бы быть с тобой вот и все я скажу спасибо владик но я люблю его но не тебя ты для меня просто друг поэтому оставайся другом для меня всегда ну что-то вот типа этого происходит на протяжении всей моей жизни поэтому окружение в большинстве случаев окружения сыграла роль роль моей жизни в будущем моей жизни на коляске черт побери хотелось бы подытожить если вы видите человека непохожего на других это не значит то что он другой то что он инопланетянин он такой же человек как и вы а возможно даже во много раз лучше чем вы всегда говорят многие это говорят и многие об этом говорят что некрасивые люди внутри намного красивее нежели снаружи хотя это на это всем давным-давно наплевать душа никому не нужно всем нужна внешность принципе это высказывание так себе но в какой-то степень я с этим высказыванием соглашусь какой-то степени нет многим нужен богатый внутренний мир а я на самом деле отказался бы от бритни спирс ну ладно это уже не имеет значения все всем счастья здоровья всего всего самого наилучшего вашим близким не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал если вы еще не подписаны с вас нужен лайк за то что вот вы мне не писали обязательно поставьте лайк тогда я вас прощу и напишите какой-нибудь хороший положительный комментарий чаще улыбайтесь и всем пока пока и кстати уже почти конец лета тлен и уныние до свидания